Форма креста для тюрем конца 19 века была чуть ли не типичным архитектурным решением. Во-первых, таким образом решалась проблема с освещением. Все камеры выходили на фасад и имели, соответственно, свои окна. Во-вторых, это, безусловно, идея покаяния крест как-никак. Сейчас для современных тюрем подобная форма совершенно не нужна. Но изолятор в Колпино, как преемник крестов на арсенальной набережной, полностью эту самую форму повторяет. На макете Колпинского изолятора отлично виден и третий крест. Он соединяет между собой все блоки корпуса, а внешне напоминает христианское распятие. Хотя эта форма обусловлена скорее функциональностью, чем религиозной символикой. Прежде всего исходили из того, что территория. Территория, если, допустим, строить прямоугольные длинные корпуса, то при той площади, которая у нас здесь, площадь территории выделена должна была быть как минимум раза в два больше. Это, соответственно, дополнительные нагрузки на сотрудников, это дополнительное выставление постов и прочего, прочего, прочего. Впрочем, на внешнем сходстве двух изоляторов все и заканчивается. 35 гектаров территории на 4000 заключенных делают Колпинские кресты самым большим изолятором даже не в Европе, а в мире. Для сравнения, вся территория крестов на арсенальной 4 гектара. Мужская тюрьма Сан-Педро в Боливии вмещает 1500 человек. А условия и комфортность пребывания там зависят от наличия денег. В датской тюрьме Хорсрод Стейт Прайсон содержится всего 221 заключенных. И каждый из них, по правилам, может проживать с супругами и детьми. А в норвежской тюрьме строгого режима Ила, где содержится Брейвик, убивший 77 человек, всего 130 мест. Все на того же Брейвика. Там приходится аж три комнаты. В голландской тюрьме к услугам заключенного отдельная камера со всеми удобствами. Видал? Вот куда тебе надо. К ним. В тюрьму. Хоть раз в жизни. Человеком себя почувствуешь. В середине 90-х, когда и снимался этот фильм с Суриковой, хотеть в зарубежную тюрьму было неудивительно. Хотя бы только для того, чтобы, как это и сделал главный герой картины, избежать отечественного изолятора. Это сейчас, по правилам, больше двух заключенных в камере размещать нельзя. Раньше же на 8 квадратов такой маленькой камеры размещалось 6 стационарных нар. А в середине 90-х сюда набивалось даже по 20 или 30 человек. Людям приходилось ночевать буквально по очереди. Некоторые это делали даже стоя. А из интересных деталей быта, ну вот, например, эту полку смастерили из пустых пачек сигарет. В новых же Крестах такого уже будет не найти. И все международные советы по правам человека явно останутся довольными. В исторических Крестах все камеры по 8 квадратных метров. Здесь же, в Колпинском изоляторе, только на каждого заключенного приходится по 7 метров жилой площади. Подобных комфортабельных условий нет ни в одном российском изоляторе. Но самое интересное, это туалет, он отделенный. Все бывает впервые. И в российской системе отбывания наказания отдельные туалеты тоже сделали впервые. При этом высота потолков комфортные 3 метра. Нет внутренних решеток на окнах камеры. Зато есть лифты, траволатры, общежития, убежище, производственные мастерские и множество дворов для прогулок. По сути, это целый город для арестованных, который в итоге обойдется государству в 17 миллиардов рублей. Я молюсь не о себе одной, а обо всех, кто там стоял со мною. И в лютый холод, и в июльский зной под красною, ослепшую стеной. Эти строчки из реквиема Ахматова являются памятником и самой поэтессе, и ее сыну Льву Гомилеву, который сидел в крестах, и репрессированном во время красного террора, и, собственно, самому изолятору номер один. И вполне возможно, что когда-нибудь кто-нибудь в подобной строке напишет и про кресты колпинские. Это, конечно, не красная ослепшая стена исторических крестов. Но пятиметровая преграда колпинского изолятора на самом деле еще более неприступней. Начиная с Леньки Пантелеева, из крестов на арсенальной набережной было совершено всего пять побегов. А из этого изолятора сбежать и вовсе невозможно. Первый заключенный в следственном изоляторе кресты в Колпино появится в 2016 году. Сейчас в исправительных учреждениях России содержится 674 тысячи человек, что на 200 тысяч меньше, чем в 2006 году. Остается надеяться, что с такой динамикой колпинские кресты так и останутся самым большим изолятором в мире только по площади и никогда по численности. Павел Никифоров, Пульс города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова